Здравствуйте! Меня зовут Борис Филимонов, и это шоу «Одна на 600 миллионов». Именно здесь мы попытаемся найти одну единственную хозяйку этой сцены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мне рассказывать? Добрый день! Меня зовут Иванова Любовь, мне 20 лет, учусь в АВГИКе на факультете продюсерства и экономики. Иванова Любовь. 20 лет. Город Москва. Всем сердцем желает стать полезным для общества человеком, поэтому в свободное время вышивает и читает книги. Миломан слушает джаз, мечтает посетить Австралию. Занимаюсь музыкой, актерским мастерством немножко. Хожу на кастинги, люблю готовить. В общем, я занимаюсь всем-всем-всем, всем, чем можно, всем, чем интересно. Ну и стараюсь делать добрые дела. Какие такие? Добрые дела? Ну, как бы, может быть, они у меня пока в проекции, эти добрые дела. Но, эм... Не, на самом деле, я во всем стараюсь искать плюсы, даже если что-то сорвалось, там, не знаю, какое-то плохое настроение, или сорвалась встреча, или там... Сорвалась встреча, сорвался человек с крыши, я во всем пытаюсь искать какие-то плюсы. Ну да, даже если сорвался человек, значит, так нужно. Да, значит, одним меньше, это хорошо. Вы должны выбрать меня, потому что... Давайте-давайте еще раз, сейчас я придумаю все-таки фразу, которая, может быть, заставит вы выбрать меня. На самом деле, голосуйте от души, я очень надеюсь, что выберете именно меня. Я хочу вести это шоу, и надеюсь, вам будет интересно его смотреть. Всем привет! Ну где же ваши ручки? Меня зовут Сергей Толстихин, я рад Исполнить для вас Мою самую любимую песню Нравится, если я сам себе поставить банки сумею Заново! Ужас! Первый раз было лучше всего Нравится мне Нравится, нравится, нравится мне Нравится мне Когда ты голая по квартире ходишь И, несомненно, заводишь Нравится мне Когда ты громко хохочешь Неважно, днем или ночью Это нравится мне Нравится мне Когда мы смотрим с тобою фильмы Хоть они и дебильны, и даже во сне Нравится мне Что ты с меня одеяло стянула И меня даже продула Но мне Плевать, если я заболею Я сам себе поставить банки сумею И мне Никого, блин, не надо Лишь бы ты ходила Голая рядом Пусть останется Без сомнениями И со мною ты Ее! Все изменится Переменится Дальше Ее! Спасибо! Сергей Толстихин Для вас выступал Сергей Толстихин Парень немного переволновался Он Не попадал в слова Но все-таки он крут Потому что он считает себя звездой И это самое главное Он уверен в себе Ребят, желаю вам того же самого Будьте уверены в себе Но по-своему Спасибо Сергей Толстихин Смогла бы такого спродюсировать? Нет Почему? Продюсировать на того человека Который тебе, мне кажется, нравится Ну он же там Обаятелен Он мне не нравится, к сожалению Девушки у меня нету Была у меня девушка Я с ней расстался Но хотелось посвятить ее Всем девушкам Которые любят Которых любят Я надеюсь найти свою любовь Пишите мне, кому я понравился Пару слов Меня зовут Юлия Собурова Мне 23 года С хвостиком Уже скоро 24 Собурова Юлия 23 года Город Астрахань Журналист Саму себя считает Безбашенной Но благоразумной Хорошая хозяйка Любит пиццу и кофе Умеет петь Я приехала недавно в Москву Я была телеведущей у себя в регионе Город Ставрополь Ставропольский край Закончила журналистик Факультет журналистики И сейчас приехала покорять этот город Окей, а какой-нибудь случай жизни Интересный, смешной, забавный, скабрезный? Случай жизни, когда я впервые села за руль На самом деле я до сих пор не умею водить машину Вот, что плачевно Но первый раз мне позволил мой друг сесть за руль И я думаю, он об этом очень сильно пожалел Потому что я сбила мусорки Чуть не сбила бабулек Вот Ну, было весело Мне понравилось А так, в принципе, все неплохо Просто мне этот случай запомнился Он был такой веселый Я хохотала все это время А он нет Ну, в свете этих событий Когда планируешь получить права? Права нужно в ближайшее время Я девочка большая За руль надо садиться Берегитесь бабушки и мусорки, да? Да Дорогие друзья Я надеюсь, я вам понравилась Я надеюсь, вам понравилось Видеть меня, лицезреть на своих экранах И поэтому Если вы хотите, чтобы я и дальше радовала вас Чтобы нам было вместе весело То Вместе весело шагать Сидеть, петь И веселиться То проголосуйте за меня Я думаю, вы не ошибетесь Я вас люблю Окей Пару вопросов тебе Можешь уже повернуться Как девушка может от одного килограмма конфет Растолстеть на пять кило? От одного килограмма? Ну, если она съест сразу эти конфеты После того, как она съела Кастрюлю борща с салом И с пампушками Она сто процентов поправится Ооо, как? Съесть слишком калорийные конфеты? Это какие такие? Какие конфеты? Не знаю Я такие не ела А подруги у тебя едят такие? Подруги нет Они у меня все красиво и стройные Дружишь с ними? Конечно То есть, типа, ты красивая, а они некрасивые? Нет, они тоже красивые Но красота бывает разная Они по-своему красивые Пампушки такие Но бывают пампушки тоже разные Безобразные, а бывают красивые пампушки Хорошо Это ты перед ними будешь так оправдываться потом Давай несколько вопросиков тебе задам Давайте Ко мне, можно, на ты? Давай Вот так другое дело Как девушка может от одного килограмма конфет Растолстеть на пять кило? Молча Да, у меня даже вчера подружка присылала На айпад фотографию Говорит Смотри, сорок девять Что сорок девять лет? Килограмм весит Не, я думал лет может быть Проходит полчаса Смотри, пятьдесят два В чем секрет? Не знаю, суши За какой промежуток? Если один килограмм, да? Ну, за один килограмм, если с научной точки зрения нельзя поправиться За один килограмм, ой, от одного килограмма конфет на пять килограмм поправиться нельзя А если это конфеты сделаны из жира? Из жира, смотря из какого В зависимости от консистенции И т.д. и т.п. Как девушка может от одного килограмма конфет растолстеть на пять кило? Если она делает это ночью и без спроса Что делает? Ест конфеты прямо из банки Из какой банки? Ну, где они хранятся или, не знаю, у мамы в мешочке в каком-нибудь или в холодильничке Твои подруги так делают? У меня подруги в основном модели Они не то, что так не делают, они вообще не едят Вообще, вообще не едят? Ощущие, что они живут на сигаретах и на алкоголе Да Хорошие модели Здоровый образ жизни Ну, они не падают с подиума, все нормально Ну, то, что я вот сейчас говорю, это такая полупропаганда Если хотите быть стройными, красивыми и иметь богатых покровителей, то... Богатых и старых, ты забыла? Ну, не обязательно Может быть, лысых и прекрасных, пузатых, молодых, но... Не в меру состоятельных Какие-то ужасы модельного бизнеса Давайте перейдем к другим вопросам Здравствуйте, меня зовут Очкова Анна Мой псевдоним Анна Золотая Мне 23 года, я актриса, закончила ГИТИС Очкова Анна, 23 года, город Москва, актриса Любит от души потанцевать, но только с самым красивым кавалером Верит в чудо, поэтому мечтает о статном мужчине с крупными руками Свободное время занимается верховой ездой А мне как псевдонимом представляться или... Можно и так и сяк, а у тебя псевдоним вообще не написано здесь Ну да, просто мне только недавно его предложили А какой такой? И в другой компании Анна Золотая Анна Золотая? Можно, кстати Можно, да? Ну, если хочешь Просто у меня фамилия Анна Очкова Ну и что? Тебе не нравится твоя фамилия? Ну, как бы, ну, как бы, ну, не, мне она прекрасно нравится, но... Наоборот, очень выигрышная Что это что-то вроде... не от слова очки, а от слова... О, видишь, времена унравы то, что называется, да? Ну да, как бы без культуре Что еще про себя рассказывать? Вот что-нибудь интересное Я люблю путешествовать, очень люблю И вот скоро я предприму такую волшебную поездку Абсолютно дикарем Буду ночевать в хостелах Я еду на 10 дней Рига, Таллин, Эстония Ну, это да, как бы Таллин Копенгаген и Стокгольм Вот, ну, так как я языка почти не знаю английского Со мной будут всякие, наверное, каверзные вещи происходить Один раз у меня что-то подобное было в Праге Когда я познакомилась с мальчиком Оказалось, он русский, он из Питера Мне нужно было дойти до рождественской елки Я не могла ее найти Вот, я подошла, и он мне помог И это вылилось в небольшой роман А вы же скажи Вот, но это было давно Если это будет смотреть мой молодой человек То это было три года назад И я почти не угодно Я люблю тебя И, как бы, да Это было просто Мое прошлое Дорогие друзья, вам нужно голосовать за меня Потому что Я думаю, я веселая Я талантливая Я в меру красивая И я думаю, у женщин все-таки бывает юмор И я иногда говорю что-то с юмором Вот И, как бы, если вы хотите видеть Мое прекрасное чело у себя в экране То мы с вами еще встретимся Голосуйте за меня Здравствуйте Меня зовут Альбер Я актер театра и кино Сегодня я вам хочу представить Свою авторскую песню Которая называется «Ночной мальчик» Эту песню я написал Ночью, когда я ходил по улицам Москвы В этот день я расстался со своей девушкой И, естественно, песня Посвящается нашим взаимоотношениям Ну и, естественно, себе Ночной город затихнет сном Ночной город окутан огнем И некому будет не на ночь читать стихи Так быстро уходят Не возят Так быстро Ка-134 Ночной мальчик Идет по дороге Один Ночной мальчик Идет по дороге Ночной мальчик Идет по дороге Смывает, слез, 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 слез С осенним дождем Ночной мальчик Ночной мальчик Честно говоря, мне понравился тембр голоса Альбера И у него очень красиво, как у Мимова Тут слезинки нарисованы Но я не понимаю, почему у меня на голове Как в Мадагаскаре ананас Но если взять в расчет, что его бросила девушка Очень трогательная песня Мне понравился По десятибальной шкале, наверное, девять Эту песню я написал ночью, когда я ходил по улицам Москвы В этот день я расстался со своей девушкой И, естественно, песня посвящается нашим взаимоотношениям Ну, и, естественно, себе Вот и выступил наш дорогой Альбер Который явно страдает инфантилизмом Ну, в принципе, он его и не портит Очень серьезно у нас сейчас все было Просто у нас как бы пол-юмористическая передача Я даже не знаю, как дальше двигаться в этом направлении А, мне шутить-то? Ну, я думаю, уже не стоит Ну, вот и выступил исполнитель Альбер Я считаю, с очень смешной, заводной песней Это сейчас был у нас смешной ключ, да, как я понял? Что? Ну, типа сейчас из серьезного мы на смешную эстезию такую переключили Меня зовут Казанцева Анастасия Мне 22 года Я родилась в городе Ташкент Это очень солнечный город Очень приветливые люди И все это передалось мне Казанцева Анастасия, 22 года Город Ташкент Юрист Любит проводить время с пользой С удовольствием отправится в путешествие на Луну А после возвращения станет депутатом Госдумы Мечтает об умном мужчине Заканчиваю я юридический факультет Юридический факультет Владею иностранными языками, двумя Мое жизненное кредо – это быть, а не казаться Считаю, что оно мне очень сильно помогает в жизни Редактор субтитров А.Семкин